привет друзья представляю вам очередной срм 9202 вот такая вот утка загнутая ну так мне клинок эту утку почему-то напомню горбик а-ля пара глубокая клипса эластичная хорошая g10 значит эта версия идет у нас с d2 и g10 на ну плашки g10 значит сразу скажу плашки обработан так достаточно ну в общем фаски остались поэтому я сразу их скруглил несколько неаккуратно как видите вот даже полосы остались то есть все это я снял для того чтобы это было более дружелюбно и не рвало мне карман когда я одеваю на клипсу вот механика великолепно она великолепно из коробки буквально немножко баллистола его даже не прибирал все отлично работает очень мягкий вот значит модель должна идти вот так который вот это с d2 это видимо какая-то старая модель ну то есть старый выпуск какой-то потому что новая модель идет вот с такими ступеньками а здесь у нас именно модель то которая идет с d2 здесь у нас ступенек нет еще я делаю вывод что это какая-то старая модель вот менять не смущает ступеньками хорошо но они в них забивается грязь и опять же у меня много моделей с рынками нравится вообще хорошая штука так это у нас модель к 1168 вот давайте собственно я ее положу рядом раз я ее достал вот и положу еще одну модель почему почему я себе раздобыл эту модель потому что мне нравится вот эта модель бюджетная это 92 01 с 8 chrome пластиком очень легкий приятный нож значит пластик он более видимо ему когда литье делали он такой все эти фаски скруглены но они так видимо температурой и поэтому только вместе вот это вот текстурирование есть вопрос относительно того как одевается на карман несколько рвет ну в общем ага и агрессивно ведет себя по отношению к штанам и соответственно карман может со временем раздираться на жеманская тема вот поэтому в g10 наверно в этом плане будет лучше но нужно ее соответственно агрессию тоже снять в общем вот этот клин мне очень нравится я считаю вообще суперский нож это наверно вот вот этот и рубик это лучшие ножи от srm но цена-качество этот превосходит вот и значит тут я просто по случаю решил что еще одна модель к g10 d2 и я думал возьмут а другой клин просто для интереса то есть он вроде как он такой же этот клин то есть обводы у него такие же именно по рк и по загибу но у него вот видите этот горб выступает аля пара вот который принципе то особо не нужен вот в таком виде повторюсь он лучше мне больше нравится вот но я решил попробовать кажется в доме нужно держать не только капустку одну и мясные закуски в общем всего хочет нажимаем и много вот такая модель предлагаю сравнить вот так вот так и также еще очень близко к ним также с рм к так как резюки у нас тут немножко уже 168 так 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 и вот так здесь вот скорее ближе вот этот клин вот этот клин мне больше нравится и вот этих трех вот этот мне нравится вот этот больше потом вот это потом уже новичок ну кому что нравится опять так механика вот тоже великолепную все прям прекрасно я его на природу брал отлично работает великолепный штука так пройдемся еще раз фальшик длинный спейсер дают жесткость хорошую вот единственно только g10 нужно вот этот снять не так конечно как я неаккуратно снял надо было более аккуратнее снять все вот вот это вот здесь у нас фаска присутствует но как только мы чуть-чуть проходим все он такой приятный становится такой дружелюбный что вообще супер я еще почему его брал думаю этот же 10 если что я перекинул клинки я думаю клинки взаимозаменяемые я его перекинул и у меня будет на этом будет такой тонкий клин может быть а может быть и нет меня в принципе это тоже нормально еще с ним не походил так сказать не смог его насладиться также шайбы шайбы у него были несколько другие то есть они были бронза была не перфорирована медь точнее то медная шайба не перфорированы и фторопласт был по моему не черный белый должен быть черный но стандартный вот срм оске то есть это первый выпуск когда они еще не наладили и здесь кстати также еще на разборке будет видно присутствует еще одно отверстие в линерах и в спейсере но винта здесь больше нет то есть вот здесь вот присутствует еще одно отверстие под еще один винт но соответственно винта здесь нет вот ну ладно в общем вот так руки удобной несмотря на то что он пистолетный немного кажется он вполне рабочий работаешь хорошо по продуктам и построгать ну в общем хороший приятная штука так давайте по ттх с крысой его сразу нет не помню вот так вот так у нас у него побольше чем у крысы заметно при этом клиночек кажется маленьким рабочей области у него заметьте больше чем у крысы так ручка у нас практически такая же как у крысы чуть поменьше и по толщине она чуть потоньше да но у меня тюнинная крыс поэтому нам такая же так значит весит он у нас 98 грамм меньше 100 грамм отлично толщина 3 2 я намерил толщина клина и сведение 0 5 вот видите тут расширения его видно ну то есть в основании вот здесь вот буквально тут немного 0 5 далее идет 0406 на кончике очень хорошая шире сведения так значит с этим товарищем его уже сравнивали с 11 168 разок и давать еще рубик сюда положу тоже офигенный нож мне очень тоже нравится опять же это еще одна причина почему я взял еще одну модель потому что пластик и когда кинаются ты хочешь сыграть еще раз в этот козырь но это же ножи манская тема и вот поэтому g10 вот так вот с рубиком рубик он такой более мощный более толстого толстый клин в него это больше больше резак вот но рубик прямой вот ну давайте разберем его порежем построгаем для того чтобы смогли сложить свое мнение об этом ножи так я уже снял плашку значит тут ничего нового антипроворот есть у нас реализован в лайнере упорная втулка целиковая что у нас еще тут ну собственно я не буду разбирать а потому о кстати здесь у нас другие если у нас туропластовые шайбочки стоят но это видите какая-то модель у него ступенек нет старыми так втулки у нас также имеют антипроворот и вставляются здесь у нас они еще и с двух сторон крутится винтами в новых моделях они уже идут только с одной стороны так это у нас вот здесь ага ну собственно все так что еще значит это у нас от другого из бронзы это оказывается шайбочка так носил у нас что-то пахло наподобие белого фиксатора на винтах присутствует красный синий и красный фиксатор так ну в общем то все принципе давайте если хотите посмотрим что у нас у всего какие шайбы это видимо да это какая-то старая модель поэтому видите у них второпласт белый а потом они начали применять черный тефлон значит здесь присутствует типа солидола что-то это я еще блестово брызну но здесь что-то типа солидола поэтому он так у них вот не очень в смысле ход хороший но присутствует вот эту следу но собственно все здесь у нас антипроворот вот такая втулочка так забирать собирается собирается конечно жутко неудобно обратите внимание здесь имеется отверстие но нету винта то есть это явно какой-то первая партия какая-то пробная ну так в основном вот я накинул винты что просто не выскочила сейчас будем собирать пакет цветка Продолжение следует... 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 Продолжение следует...